Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни, это продолжение нашей карьеры за Барселону. Сегодня, наверное, самый важный матч первой половины нашего сезона, это Эль Классика. Этот матч притягивает внимание болельщиков со всего мира. Ну и также мы после этого матча решим, скорее всего, если только матч не будет в ничью сыгран, кто все-таки займет уверенную вторую строчку и обгонит. Потому что сейчас у нас именно равенство идет с Реалом, но там, наверное, все-таки позабитым и пропущенным Реалом все-таки выше. Да, на два мяча у них разница мячей получше. Первый матч самый важный, но второй так себе матч против Реала Валидолида. Ну что же, посещаем мы пресс-конференцию, первым составом мы также выйдем сегодня на этот матч. Еще и он, причем домашний. Итак, Бускет еще сыграет. Ну скажем, что ротация очень важна. Думаете, что Реал Мадрид нервничает? Команда великолепно играла. Вы сможете мотивировать команду. Ну, мы профессионалы, действительно, и там буквально отставание от Атлетиков в два очка. Так что легко можно отставание догнать. Что же, матч начинается прямо сейчас. Барселона против Мадридского Реала. Пусть они играют в гостевой форме. Или все-таки давайте им дадим белую, чтобы этот матч все-таки был поинтереснее. Такой прям. Ну все, расстановку видите на своих экранах. Поехали. Итак, разминаются игроки Барселоны перед этим матчем. Естественно, игроки Реала тоже. Но нам сейчас именно показывают акцент на Сауле, который перешел этим летом из Мадрида. Правда, не зряло, а из Атлетика. Вот он еще и Лука Модрич. Наверное, так показали две лучшие силы в полузащите у каждого клуба. Сауль и Модрич. Ну что же, болельщики готовы к этому матчу. Абсолютно все сейчас примкнули к экранам. Потому что это главный матч на данный момент в мире. Это Барселона против Реала. Поехали. Но пока что Барселона заслужена. Все-таки как хозяин поля. Играет сейчас. Контролирует абсолютно все. И вот так вот Сауль аккуратно левой ногой. Нерабочий, скорее всего. Замечательно замыкает передачу Жезуса. Неплохо все это сейчас, конечно, прошло. И замечательный гол. И все, друзья. На этом заканчивается Эль Классика. Не такой насыщенный матч получился. Но все равно для нас это важно. Минимальная, но победа все равно. В очень важном матче. Никаких замен мы даже не производили. Очень понравилось, как играла команда в первом матче. И всего лишь один удар. И один створ нанес Реал за весь матч. Ну, вы видите, все на своих экранах. Точность пасов даже у нас была выше, чем у Реала. Вы довольны игрой, которую показывает Бускец. Ну, здесь действительно он шикарно отыграл. Так что все комплименты заслужены. Как вы думаете, ваша серия продолжится? Ну, мы действительно уже не проигрываем 10 матчей. Поэтому должны побеждать дальше. Поздравляем с победой в сегодняшнем матче. Вам понравился второй тайм? Я даже не знаю, как-то второй тайм скучнее был, чем первый. Так что нужно сосредоточиться на следующем матче. Алексей Миранчук тут нам благодарит за то, что мы верим в него. Месси ценит, что мы выпускаем его. Но а что бы не выпускать в важном таком матче? Проведем тренировку. Все неплохо потихонечку качаются. Пока что, ну, после этого матча, вот я говорю, отставание у нас так и осталось в 2 очка до Атлетика. Но теперь у нас лидерство в 3 очка над Мадридским Реалом. Но теперь нагнала именно Валенсия. Так что лидерства у нас пока что нет такого сильного. Одну очку всего лишь Валенсия набрала. Реал теперь вообще сметился на четвертую строчку. Ну, и из лучших бомбардиров здесь Диего Коста. 9 мячей пока что забил за 10 туров. Ну, и наш Леонель Месси вот на пятой строчке с шестью забитыми мячами. Выпускаем теперь мы уже второй состав. Надеюсь, здесь он покажет себя во всей красе. И также нам надо не забыть выпустить еще и Видаля, потому что не смогли мы летом продать Бускетса. Может, это и к лучшему. Так что будет у нас такая небольшая... Так, давайте мы тогда дополнительную возьмем. Они пусть в хозяйстве. А, нет, мы же дома. Мы дома, поэтому... Вот так. Расстановку вы видите на своих экранах. Матч начинается. Поехали. Итак, менее интересный матч. Очень мало, наверное, сейчас смотрят этот матч у экранов телезрителей. Но все равно истинные болельщики Барселоны либо пришли на стадион, либо все равно поддержат команду где-нибудь в баре в Барселоне, либо у телеэкранов. Потому что это идет сейчас именно борьба за первую строчку. Матч против Реал Валидолида. Но нам нельзя ни в коем случае терять очки. Надо догонять Атлетика, до которого у нас 2 очка. И еще нас догоняет на третьей строчке Валентия с разницей в 1 очко. Вот снова Плаза с мячом. Отрывается он очень хорошо сейчас от защитников. И забивает в концовке матча, точнее тайма, забивает нам Реал Валидолит. Очень быстрый вот этот вот нападающий Плаза. Я не понимаю, почему сейчас вот это получается Фирпа там был. Вот здесь вот ничего абсолютно не сделал. Убежал еще так назад. Ну и забивает нам Эннес Унал. Вроде знакомый игрок. Где-то он играл в Дортмунде вроде, если ничего не путаю. Сделаем перестановки. Я сюда бы поставил Дембеле. Нет, вот там все-таки Месси поставим на ФДшника. Потому что просто нереально играть за Чалова в нападении. Ничего он не реализует. Отлично, Гдаль. Неплохо. И нам Месси. А Месси на Артура. И побежал, побежал Артур. И вот так вот мы только что выпустили Месси. Он сразу же забивает. Сравнивает счет. Здесь у нас еще 15 минут. Все, этот Чалов бы так точно бы не убежал. Еще замечательную передачу именно под левую ногу дал Артур. В стеночку замечательную они отыгрались. Вышли здесь. Ну не сказать, что 2 в 0. Защитники все-таки были. И Месси забивает свой уже получается седьмой мяч. И осталось 15 минут. Есть еще время выйти вперед. Мы будем стараться. Ну все, это ничья. Здесь нам даже задушил просто сейчас компьютер. Но вроде может даст. Даст сейчас. Даст. Даст тут я доиграть. И дал доиграть. И Месси забил дубль. Отлично. Я уже думал, просто сейчас он будет свистеть. Но нет. Все-таки мы вырываем 3 очка. Отлично. Отлично мальчик для Месси. 15 минут. За 15 минут он забил 2 мяча. Все замечательно. Все замечательно. Вот здесь хорошо еще убрал. Я подумал, может не забьет правый. Но он забил. Получилось. Все. Дубль Месси. Очень эта волевая победа у нас. Проигрывали 1-0. И на 90, там уже 5-й минуте, мы все-таки сравнялись. Ой, вышли мы вперед. Сравнялись мы на 76-й минуте. Все. Светит арбитр. Спасибо тебе. Вот, 96 минут мы играли. Хотя, было добавлено 2 минуты. Спасибо большое арбитру, что не стал свистеть. Ну, это просто шикарная была сейчас атака. 3 очка мы набираем. Вот, смотрите. Ну, это просто нечестно было по отношению к нам. У Валидолида был всего лишь один удар в створ. И все. У них это был единственный мяч. Но это не такая уж дырка, чтобы пропускать такие мячи. И Атлетика играет в ничью. То есть, мы сейчас замечательно набираем очки. Вроде бы даже сравниваемся с ними. Это супер. Месси сегодня был на высоте. Что скажете? Ну, Месси демонстрирует выдающийся футбол. Как вы думаете, ваша серия продолжит? Сейчас уже это 11 матчей. Но это хорошо. Вам повезло, что вы забили в концовке. Ну, действительно, это удачно. Сейчас, если бы арбитр проситил бы раньше, все. Так нам просто повезло, что Месси убежал сейчас еще. И все супер. Так что в этом выпуске мы нагнали с вами Атлетика Мадрид по очкам. Вот. Заканчивается у нас также месяц октябрь. Сейчас уже ноябрь будет. И также там в сборной России приближаются сроки заявки. Это все попозже мы решим. На товарищеский матч. Мы даже не знаем, что за матч у нас. Сейчас посмотрим. Против Дании, против Ирландии. Но зато у нас в следующем матче. Интересный матч против Леванте. Славии. Ну и давайте Сельту мы тогда захватим. Чтобы потом у нас в выпуске просто были вот два матча со сборной Ирландии и Дании. И также, наверное, в следующем выпуске после этого бы захватили Депортиво. Чтобы потом у нас было Боруссия и Атлетика. Было бы просто супер. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. Канал Футбола. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok